Поговорим на тему, что нас заставляет страдать и как преодолеть страдания. Ну, человечество страдает на протяжении всей своей истории. И на протяжении всей истории люди ищут способ избавиться от страданий. В конце концов, способ нашли. И люди поняли, что причиной страдания являются их мысли. Мысли, с которыми они себя отождествляют. И вот возникла идея, что отождествление приносит страдания. Поэтому, чтобы избавиться от страданий, необходимо себя разотождествить. С чем? С тем, что вам эти страдания причиняют. А страдания причиняют всё, с чем вы себя отождествляете. Но, можно сказать, что это прошлое ваше, которое не даёт вам покоя. Вы постоянно думаете о нём. И поскольку вы о нём думаете, вы себя с ним отождествляете. Оно ваше. Да? То вы страдаете. Наши мысли. Поскольку они наши мысли, то мы видим здесь отождествление, мы страдаем. С чем ещё мы себя отождествляем? С семьёй. Моя семья, наша семья тоже вызывает страдания. Если кто-то себя вдруг начинает вести не так. Моя! Там, жена, мой муж, мой ребёнок, мои родители. То есть, все те люди, с которыми вы себя отождествляете, всё это будет вам приносить страдания. Так. Очень многие идиоты внушают нам, отождествляют нас с определёнными группами людей. И навязывают нам это отождествление. Ну, например, отождествляют нас с государством. И говорят, ну вот, нам важно, что... Меня беспокоят, что думают иностранцы о моём государстве. Вот. Говорят, идиоты журналисты, известные. Следовательно, все должны прислушиваться к ним и тоже переживать по поводу того, а что же подумают иностранцы о моей стране. О моей стране. Да никакая она не ваша страна. Она ваша постольку, поскольку вы хотите страдать. и отождествлять себя с ней. Народ. Да, вот тоже, какие они. Тоже, когда вы себя отождествляете с каким-то народом, вы тоже испытываете потом страдания. Когда какой-то там представитель народа, какой-нибудь идиот, да, значит, своими словами или поступками отбрасывает там тень на всех, якобы, да. Вот мы же так это воспринимаем. Потому что мы отождествляем себя с этим народом и его представителями. Со своими словами отождествляем себя. Или нас отождествляют. Вот один недалекий политик что-то ляпнул пять лет назад. И ему это, ему это не могут простить до сих пор. И все это ему припоминают. И он себя отождествляет с этими словами. Его отождествляют. Это бесконечное мучение, страдание просто для всех. Все это одно и то же. Эти глупые фразы прокручиваете и так далее, и так далее. В общем, с религии себя отождествляют. Да, люди поняли, что нужно себя разотождествлять с тем, что приносит страдания. И, допустим, уходили в монастыри. Вот это появилась там светская жизнь, мирская жизнь. Мирская жизнь и монашеская. Вот убегали от мирской жизни. Но там, начав новую жизнь, они отождествляли себя с теми другими. И тоже, тоже страдали. Короче говоря, единственный способ избавиться от страданий, это разотождествить себя со всем миром. В том числе, разотождествить себя со своими мыслями. Ну да, приходят мне мысли, они рождаются у меня. Я их не должен контролировать, и вы не должны контролировать свои мысли. Ну, пришла мысль, ушла. Это всего лишь мысль. Но мы отождествляя себя со своими мыслями, часто, ну, часто это приводит и к трагическим последствиям. Родилась мысль, навязчивая, суицидальная, например, всё. И человек попадает в ловушку этой мысли. Начиная её контролировать, тоже ещё больше усилий тратит, энергии. В конце концов, проигрывает. Не надо ничего контролировать, и мысль пришла, ушла, пришла другая мысль. Всё. Когда вы это поймёте, когда вы перестанете отождествлять себя со своими мыслями, со своими словами, с людьми вокруг вас, с государствами, с идеологиями, с прошлым, с работой вашей, тогда вы избавитесь от страданий. Да, с государством. Ну что, мы видим, как люди, по сути, страдают и мучаются, почему. Вот выборы нечестные, да. А почему они нечестные? Потому что вы себя отождествляете с этими выборами. идея справедливости и несправедливости, да. Ну, почему это несправедливо там? Потому что вы отождествляете себя с этими мыслями. И они вам кажутся несправедливыми. И они вам кажутся несправедливыми. Это всегда так будет, пока вы себя с чем-то отождествляете. Даже удовольствие. Вот идея получения удовольствия, она же тоже, по сути, может вызывать страдания. Да, потому что когда вы не получаете удовольствия, вы страдаете. Вы себе придумаете. Вот я должен получать удовольствие постоянно, да. А тут я его не получаю, не испытываю. Значит, что-то со мной не так. Значит, я как-то не так живу и так далее. И вы начинаете страдать, потому что не испытываете удовольствия. Вот. С родителями вашими тоже не отождествляйте себя с ними. Со своей семьей. Это, в общем-то, посторонние люди. Живущие своей жизнью. И вы отдельная личность. Вот. С государством себя отождествляйте. Не отождествляйте. Ну, коррупцию, да. Ну, что делаете? Видите, коррупция везде есть. Везде политики идиоты. Ну, вы будете бесконечно мучиться и страдать, пока вы себя отождествляете с государством этим. Любым. С любым государством. Потому что, ну, что такое государство? Это тоже определенного рода игра, в которую играют люди. И, как правило, ну, вот такие активные люди с общественным темпераментом. Вот это их игра. Ну, не играйте в их игру. Всё. С чем нужно себя отождествлять? Состоянием покоя. Состоянием вашей души. Которая нуждается в покое. Душа ваша лучше вас знает, чего она хочет. Не надо ни к чему стремиться. Не надо ни за что бороться. Вот, когда мне говорят, почему вот ты в этом не участвуешь, в этом, у тебя такие способности, таланты, тебе надо развивать это всё. Я говорю, я не хочу бороться ни за что. Я не хочу конкурировать. Мне это не нужно. Моей душе это не нужно. Моя душа хочет совершенно другого. Она хочет покоя. Она хочет самовыражения. Она хочет своей работы. Она у меня работает. И в моменты вот её такой работы большой я делаю музыку, песни, пишу, ролики записываю, переводы делаю. Ну и так далее, и так далее. Много чего хорошего происходит по велению моей души. Вот. Вот я понял, что это и есть подлинное наше призвание. Иметь внутри себя то пространство, тот уголок, райский уголок, в котором человек может находиться постоянно, чувствовать себя счастливым, чувствовать себя в безопасности. Главное в безопасности это психологическое. Об этом никто не говорит, опять же. Ну мало кто. Мало кто. Но психологическая безопасность это самое главное. А вот. Иллюзия безопасности, она... Иллюзия стабильности, иллюзия надёжности формируется. Но те, кто был обманут, те, кто терял, это практически все, прекрасно знают, что никакой, никаких надёжных отношений, надёжной власти, надёжного государства, чего-то ещё надёжного не существует. Никакой безопасности не существует. Постоянной. Поэтому самое главное, это наша психологическая безопасность, которая... Которая... Это синоним психологического здоровья, которая достигается разотождествлением себя, вот с тем, о чём я сказал уже, да? И главное, с вашими мыслями. Что это значит на практике? На практике это значит, что вы меньше думаете. И больше действуете. Чем больше вы действуете, тем лучше. Ну, посмотрите, животные. Животные не боятся, они же не испытывают страха. Вот вы идёте, и к вам собака подбегает, обнюхивает вас. Виляет хвостом, быть может, что-то-то просит у вас там. Она вас не боится. Собаки перебегают через дорогу спокойно, тоже не боятся, особенно. Но собаки ничего не боятся. Вот животные. Так же и вы. А почему? Потому что они не думают, они действуют. Так же и вы действуете. Когда вы будете меньше думать и больше действовать, у вас будет, во-первых, результат, а во-вторых, не будет страха никакого. Так же подходите, кому-то обнюхивайте. Познакомьтесь. Вот и всё. И вы решите проблему одиночества, например. Если вам нужно с кем-то познакомиться, нужен человек рядом. Пожалуйста. Вот действуйте так, как животное. Действуйте. Даже обнюхивайте. Вот я вспоминаю, я учился с одним пареньком. Он так вот подходил и всех обнюхивал. Я думаю, что он нюхает-то так. Что-то там обнюхивает. А потом выяснилось, он сам об этом уже рассказал нам. Вот что, вот у него развито очень это обоняние. И для него важно обнюхать человека, чтобы с ним познакомиться, запомнить и так далее. Вот такой, мы его прозвали нюхач. Ну, вот такой человек был, да? Вот. Развитый этот орган чувств был. Значит, действовать, да? Таким образом вы будете жить без страха. Без страха. Так. Дальше. Наша обусловленность. Значит, мы, конечно, обусловлены. Идеологиями, понятное дело, в прошлом и так далее. Вот, избавляться от этой обусловленности. Знаете, ну, что было, то было. Ну, что-то же должно происходить с нами, правильно? И когда вы избавляетесь от обусловленности, от противоречий, от оппозиции, вы преодолеваете конфликт. Вот как, что такое конфликт? Что вызывает конфликт? Вот, ваше отождествление себя с чем-то. И тогда начинается вот это вот мучение. Мучение. Вы мучаетесь, оказавшись в какой-то ситуации конфликтной. На самом деле, вот в этом райском уголке, который находится внутри вас. И вообще, в вас. Всё в вас. Источник счастья – это вы сами. Поймите. Надо просто к себе прийти, найти этот источник счастья. Он находится в вас, поэтому выход-то есть. Просто надо его поискать и прийти к себе. И жить в раю. Освободившись от всего. Вот что такое разотождествление? Это освобождение. Когда вы не реагируете ни на что, просто уже. Соответственно, у вас высвобождается жизненная энергия. У вас энергии становится много. Очень много. А для чего нужна эта энергия? Эта энергия нужна для созидательной деятельности. Для творчества. Ну, творчество ведь... Ну, а творчество ещё в Библии написано. В религиозных текстах, что там написано? Что Бог творил и сотворил там тра-та-та, и увидел, что это прекрасно. Пожалуйста. Вот вам идея творчества заложена, по сути, в религиозную доктрину. И наша задача заниматься этим творчеством. Творить. Раскрывая свой потенциал. И творя по законам красоты. Значит, надо изучать законы красоты, эстетику. Науки изучать, искусство. Вот. То есть, необходимо что? Изучение. Что такое изучение? Это анализ. Это наблюдение. И вот ко всему нужен именно такой подход. Подход изучающего человека. Учёного. Вот. Учёный подход. Да. Познавательный интерес. Мы не убегаем от проблем. Мы их изучаем. Мы не убегаем от реальности. Мы её изучаем. Мы не отождествляем себя с политиками. Мы их изучаем. Мы смотрим, что они говорят, что они думают. За их словами мы видим психологические проблемы. И интеллектуальные трудности. Где-то слабоумие. Где-то нелогичность. Где-то ещё что-то. Где-то страхи, фобии. Психотравмы детские. И так далее, и так далее, и так далее. Мы. У нас без страстный взгляд. Учёных. Людей, которые познают реальность. Познают мир. Познают себя. И дальше мы творим. Мы создаём новый мир. Можно создать мир непротиворечивый, бесконфликтный. Райский мир. Райское общество. Можно создать любое общество. Любое. В том числе общество счастливых людей. Но для этого мы должны проделать большую работу над собой. Заняться самовоспитанием, саморазвитием, самопознанием прежде всего. И обрести рай в своей душе. Стать самими собой. Разотождествиться со всем миром и отождествиться самими собой. Вот это наша задача. Прекрасная задача. Быть свободными от общества. От кого бы то ни было. Это наша цель. И тогда мы будем жить счастливо. Радоваться жизни. Ну, по крайней мере, мы будем... Ну, и даже больше, чем радость, вот, приносит состояние покоя. Вот этой благодати, безмятежности. Когда ваш ум абсолютно спокоен. Вот спокойный ум начинает творить. Начинает заниматься творчеством. И вот в этом состоянии спокойного ума рождаются шедевры. Вот почему так любят духовную музыку, например. Вот она как раз этот спокойный ум и создает. С одной стороны. А с другой стороны, она является его порождением. Продуктом. Да? Так же и мысли. Так же и... Ну... Произведения искусства. Любые. И сам человек. Ведь, поймите, вы сами и есть произведение своего ума. Вы сами и есть творение, себя. Вы сами себя творите. Вы и есть мир целый, вселенная. И... Ну, что там? Кино, там еще что-то. Какие-то артефакты. Да? И культура. Вы и есть эта культура. Я вижу сны потрясающие. Просто потрясающие сны. Я потом в сонники заглядываю. Что это может значить? Вот. И... Так интересно. Я... Такие прекрасные сны. Прекрасные тоже объяснения этих снов. Вот. И... Моя жизнь, это... Это я. Я и есть. Это... Творчество. Это искусство. Культура. И, Боже мой. Ну, это... Это безумно все здорово, интересно и... Восхитительно. Когда вы восхищаетесь собой. Когда вы рады себе. Когда ваш... Ваш спокойный ум... Дает вам... Ощущения... И мысли, идеи. Благодаря которым вы... Чувствуете наполненность. Смыслом. Вы чувствуете избыток энергии творческой. Вот этого вдохновения. Этих порывов. Этого... Этого экстаза творческого. Вот. Что это такое. Но для этого вам нужно... Отсечь. Разотождествиться со всем миром. Вот это так происходит. Любое отождествление вызывает конфликт, вызывает страдания. Запомните это. И постарайтесь избавиться от всего, к чему вы привязаны. От всего, от чего вы зависимы. От мнений политиков недалеких. Большинство недалекие люди. От мнений... Ну я уже про СМИ-то вообще молчу. Там просто... Люди, которым лучше молчать. От семьи вашей, да. От идеологий любых. От мнений людей. Это всего лишь мнение. Поймите. Это всего лишь то, что люди говорят. Это всего лишь мнение. Часто эти мнения непросвещенные. Часто эти мнения ошибочные. Глупые. Разотождествляйтесь, да. Вот. Разотождествление избавит вас от страхов. Вы не будете ничего бояться. И все. Спокойный ум даст вам, откроет перед вами все двери. Ну что такое двери? Какие двери? Двери к вашим способностям. К вашим талантам. К вам самим. К вашей душе. Вот. Душа ждет вас. Но душа хочет, чтобы... Но путь к душе. Через преодоление противоречий, конфликтов. Через разотождествление. Вот такой путь к душе вашей. И через действия, конечно же. И через отказ где-то. Отказ вот от этого, от этого, от этой... От отдуманья. Думанья, да. От фантазирования. От того, чтобы слишком много думать и мыслить. Вот это тоже мешает вам. Потому что вы отождествляете себя со своими мыслями. А при этом вы не действуете. Вот. Нужно действовать. Нужен процесс. А когда вы отождествляете себя со своими мыслями, вы не действуете. Следовательно, процесс не идет. И общество оказывается беспроцессным. Да. Оказываемся мы в болоте. Вот почему полезно быть нищим духом. И меньше раздумывать, а больше действовать. Пожалуйста, комментируйте, что вы думаете на эту тему, что вы скажете. Задавайте ваши вопросы. Предлагайте темы для обсуждений. Вот. И делитесь своим мнением. Как вам это помогает. И как вы преодолеваете страдания свои. Как вы живете без страданий. Расскажите мне об этом. Продолжение следует.